Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF 33-летний американец Андрю Уорд с сегодняшнего дня является лучшим боксером независимости от весовой категории по версии авторитетного издания о боксе The Ring. Это стало возможно благодаря крайне спорному поражению экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях Никарагуанца Романа Гонзалеса в поединке против нового чемпиона мира в первом легчайшем весе 29-летнего тайца Висакси Лавангека. На данный момент полный список 10 лучших бойцов Pound for Pound выглядит следующим образом. Первое место Андрю Уорд. Второе место Сергей Ковалев. Третье Геннадий Головкин. Четвертое Роман Гонзалес. Пятое Теренс Крофорд. Шестое Василий Ломаченко. Седьмое Гильермо Ригондо. Восьмое Сауль Альварес. Девятое Шинсуки Яманако. И десятое Наоя Инове. Билли Джо Сондерс, который может стать следующим соперником казахстанца Геннадия Головкина, не собирается делать каких-то выводов, исходя из выступления Трипл-Джи в прошедшем поединке против Дэниела Джейкобса. Сондерс убежден, что у каждого боксера бывает неудачный вечер, приводя в пример и свой крайний поединок против Артура Акавова. С тех пор, как я стал чемпионом мира, я всегда знал, что рано или поздно мне придется столкнуться с одной опасностью – Головкиным. Ни дня не проходило, чтобы я не думал о том, как и что буду делать в ринге. Говорил и говорю, что его можно победить. Я не смотрю на его бой с Джейкобсом со словами «О да, это делает меня счастливым». Потому что одно я знаю наверняка, если он будет основываться на моем последнем выступлении и радоваться, то его ждет настоящий шок, потому что мое последнее выступление было даже не на уровне британской глубинки, заявил Сондерс. 29-летний доминиканец Феликс Валеры может провести свой следующий поединок против 35-летнего кубинца Сильвана Барреры. Данное противостояние запланировано на 15 апреля в Анкасвилле, штат Коннектикут, США. С трансляцией на телеканале HBO Latino. Эрел Спенс поделился мнением о предстоящем поединке между Энтони Джошуа и Владимиром Кличко, который состоится 29 апреля в Лондоне. Отметим, что следующий бой Спенса также пройдет на Туманном Альбионе. 27 мая он поборется за титул IBF с Келлом Бруком. «Я наблюдаю за британским боксом, когда есть возможность. У Британии много отличных бойцов, и я думаю, что Энтони Джошуа победит Кличко в средних раундах. Владимир хитер, но Энтони молодой и сильный супертяж. Сейчас его время, а для Кличко настало время передать эстафету», — сказал Спенс. Вы посмотрели очередной выпуск новостей бокса на канале Boxing News.